Серьезное ДТП, пожары, поиск потерявшихся людей и еще много других чрезвычайных происшествий. Все это в зоне ответственности Центра гражданской защиты Одинцовского округа. Он состоит из единой диспетчерской службы и аварийно-спасательного формирования. При любой из вышеперечисленных ситуаций люди звонят по номеру 112. Кому скорая фамилия? Мечта? Лет сколько? В чем удобство системы 112? Это вызовы, которые требуют комплексного реагирования. Это, к примеру, ДТП с пострадавшими. То есть это должна быть вызвана ГИБДД, это должны быть вызваны спасатели, это должны быть вызваны полиция и скорая помощь. То есть это мы опрашиваем одного человека, одновременно карточка улетает в необходимые службы сразу. Одной кнопкой оповещаются все службы и они сразу прибывают на место. Если все операторы заняты, а информацию необходимо срочно передать в экстренную службу, в едином диспетчерском центре установлены прямые каналы связи. Будни-буднями на ежегодный ЕДДС Одинцовского округа участвует в смотре-конкурсе. Работа центра оценивается по определенным критериям. По системе 112 это работа операторов, это временные соблюдения ими, правильность заполнения карточек, соблюдение временных параметров, скорость печати очень влияет. Мы за 2022 год в системе МЧС области заняли третье место среди муниципалитетов свыше 200 тысяч человек. В системе 112 мы заняли второе место. Это 14 муниципалитетов. 2022 стал значимым и для окружного аварийно-спасательного формирования, которое прошло аттестацию и получило лицензию. До этого спасатели могли лишь оказывать помощь экстренным службам, службам жизнеобеспечения и ЖКХ. Без риска для жизни, без права оказания даже первой медицинской помощи пострадавшим. Теперь бригада спасателей уже может работать самостоятельно. При этом они постоянно повышают свою квалификацию, проходят обучение и сдают нормативы. Даже в предоттестационный период личный состав нашего СФ постоянно проходил обучение. В том числе это было первоначальное обучение спасателя. Обучение оказанием правил первой медицинской помощи. Обучение автомобильными средствами, оборудованными специальными сигналами. Количество вызовов на происшествия растет с каждым годом. За 2022 спасатели 566 раз выезжали на вызовы, что на 36% больше, чем в предыдущем 2021 году. При этом квалифицированную помощь получили 55 человек. И каждый работник Центра гражданской защиты готов прийти на помощь людям в любое время дня и ночи. Ольга Дмитриева, Илья Павлов, телекомпания Одинцова.